Доброго времени суток, уважаемые любители бокса! 12 июля 2024 года в Серпухове состоялся боксерский вечер, в рамках которого был разыгран вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA в весе 59 килограммов. Россиянин Альберт Батыргазеев с рекордом 10-0, 7 побед нокаутом встретился с ирландцем Джона Кэрролом. У Кэррола 24 победы, 2 поражения, 1 ничья, 7 побед нокаутом. Два левши у нас в ринге и примерно в первой половине боя бой был такой, достаточно близкий. В третьем раунде у Джона Кэррола был локальный успех, он сумел потрясти Батыргазеева, но развить успех у него не получилось. Ну а дальше, постепенно, аккуратно действуя джебом, Альберт Батыргазеев прибирал бой к своим рукам. Постепенно лицо Джона Кэррола покрывалось гематомами, у него появилось рассечение, начал заплывать один глаз и к восьмому раунду он уже выглядел как боксер, у которого заканчивается бензин. Но давайте посмотрим, что произошло в девятом раунде. Альберт Батыргазеев продолжает действовать джебом, постоянно нависает над своим оппонентом, лишних ударов на себя не принимает, больше сосредоточился на защите и, видимо, ждет момент, чтобы донести до цели сильный удар левой рукой. Альберт Батыргазеев, напомню, был олимпийским чемпионом 2020 года и, возможно, это один из самых перспективных профессиональных боксеров из России вот на данный момент. Но чтобы поиграть в большую игру на вершине мирового бокса, нужно вот начать с победы над Кэрролом, потому что, да, пояс временный, но все равно считается почти полноправный чемпионский, и там уже возможны бои с лучшими боксерами этой весовой категории. И вот сейчас Альберт Батыргазеев донес до цели удар слева по корпусу. Еще раз слева по корпусу, и видно, что у Кэррола в этом месте появилась дыра в защите. И, конечно, Батыргазеев целит туда. Еще один удар по корпусу. Видно, что Кэрролу уже достаточно тяжело. Он ищет возможности немного продышаться, но Батыргазеев ему такой возможности, конечно же, не дает. Он увеличивает давление, комбинирует по этажам, и очередной удар туда, в корпус, отправляет Кэррола на настил. Кэрролу очень больно. На всякий случай, кто не знает, напомню, Кэррол ни разу досрочно не проигрывал. Очень стойкий боксер. Вот и сейчас он встает, но Батыргазеев продолжает наносить удары в нижний этаж раз за разом. Плюс у Кэррола выключились ноги, и вот очередное падение, и рефери бой останавливает. Очень хорошая убедительная победа. Теперь у Альберта Батыргазеева 11-0, 8 побед нокаутом. Давайте еще на это посмотрим. Вот видите, Кэрролу канатов, удар по корпусу, падение. Я, честно говоря, думал, что Кэррол уже после этого нокдауна не встанет. Но у него с силой волей все в порядке, поэтому он продолжается. Но проблема в том, что у него уже выключились ноги. Он мог только пятиться, пока его не остановили канаты. Ну и здесь, конечно, шансов у него уже не было. Отличная работа от Альберта Батыргазеева, и ждем его боев с топовой оппозицией в этом весе. Но что вы думаете о дальнейших перспективах Альберта Батыргазеева? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Поставьте лайк, это поможет продвижению канала. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Смотрите бокс, ведите себя нормально. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.